здравствуйте с вами информационно-аналитический сайт альтернатива и его главный редактор андрей ваша откуда эта хроническая нелюбовь запада к россии почему со стороны сша и европы на россии оказывается такое мощное политическое и экономическое давление связи с чем на западе россия олицетворяет зло мрак и смертельную угрозу почему американцы и европейцы традиционно ненавидят и боятся россии ответ на эти вопросы со стороны запада будет предельно простым мы боимся и ненавидим россию потому что она дикая арабская и агрессивная но при этом наши западные друзья не могут пояснить почему на протяжении столетий европа вела грабительскую колониальную политику торговала рабами и истребляла сотнями тысяч еретиков точно также они не могут пояснить почему соединенные штаты возникли благодаря безжалостной эксплуатации миллионов рабов и тотальному истреблению сотен тысяч аборигенов северной америки кроме того если эта россия дикая то почему расизм нацизм и концентрационные лагеря смерти возникли в цивилизованной европе если россия всегда была агрессором от которого страдала европа то почему в 13 веке русским пришлось отбиваться от ливонского ордена 17 веке противостоять польско-литовской интервенции в девятнадцатом веке сперва отражать шведское а потом французское нашествие ну а в двадцатом веке два раза защищаться от немецкого вторжения и один раз от крестового похода объединенного запада против ссср под знаменем холодной войны где же во всем этом карнавале непрерывной многовековой европейской дикости и агрессивности находится страшная россия то кого вообще должен бояться не кажется ли вам что учитывая прошлое это россия обязана бояться и ненавидеть запад за его дикость и агрессивность почему все так перекручено а может причина западной ненависти к нам не в нашей так называемой дикости и агрессивности а в чем-то другом может нас ненавидят не как агрессора а как народ который не позволил превратить себя в жертву мне кажется что ненависть запада к россии это ненависть умирающего к тому кто остается жить поясню свою мысль то что мы сейчас наблюдаем в европе и сша это не просто затяжной системный кризис а цивилизационная агония нам с вами суждено сейчас наблюдать не только уход целой эпохи но и крушение глобального мировой устройства существовавших в течение пяти столетий а одной из главных сил его ломающих является россия и это не ее злая воля судьба крушение нынешнего глобального мировой устройства это прежде всего крушение финансово экономического геополитического интеллектуального культурного и идеологического господства запада историческая эпоха гегемонии западной цивилизации подошла к своему завершению вследствие ее естественного угасания запад вычерпал себя изнутри поэтому мы видим не конец истории фрэнсиса фукуямы закат европы осварда шпенглера в этом мире нет ничего вечного все имеет свое начало и свой конец а все эти мировые кризисы войны теракты и разнообразные катаклизмы отдельные проявления угасания запада ни одна историческая эпоха не заканчивалась тихо и мирно переход от одной исторической фазы к другой сектор сопровождался хаосом и разнообразными глобальными потрясениями нередко опустошавшими целые регионы наши времена не являются исключением на смену старому миру идет новый каким он будет можно лишь догадываться но старый мир в любом случае обречен и не потому что на него наседают варвары а потому что за зимой всегда приходит весна а после ночи всегда наступает утро человеческий мир живет точно так же как и природа в рамках чередующихся циклов именно поэтому закат запада не остановить как не остановить утро или не отменить приход весны видеоформат не позволяет углубляться в подробности и детали кому интересны подробности и детали тот может почитать мою книгу путь зла запад матрица глобальной гегемонии могу лишь отметить что писал я ее в конце 90-х тогда доступ к западным источникам был весьма ограничен приходилось все додумывать самому но потом я с удивлением обнаружил что моя концепция практически полностью совпадает с концепцией мир системного анализа американца иммануила валерстайна не скрою для меня это было приятным открытием ведь концепция валерстайна подтвердила мои личные выводы нынешний мир системы возник в 16 веке в европе именно за эти 500 лет запад сформировался в качестве мирового гегемона пройдя разные империалистические формы и достигнув своей наивысшей стадии глобализации в основе богатства и могущества западной цивилизации находится мировая система перераспределения ресурсов и материальных ценностей направленная от периферии и полу периферии к центру центр европа и сша полу периферия и периферия весь остальной мир в том числе и мы с вами нынешнее мироустройство это глобальная военная политическая и правовая система позволяющая перераспределять мировые ресурсы в пользу сша и европы периферия дает сырье полуфабрикаты рабочие руки и мозги центр используя все это создает наукоемкое высокотехнологическое производство с высокой степенью передела и сложные системы социально-политического управления все это позволяет западу сохранять свой статус мирового гегемона именно поэтому европа и сша заинтересованы в том чтобы страны периферии полу периферии оставались слабыми отсталыми и не могли превратиться в новые центры мира это слабость и отсталость залог западного господства и процветания когда какая-то незападная страна начинает интенсивно развиваться поднимаясь на высокий уровень интеллектуального финансово-экономического и технологического развития запад пускает вход всю нынешнюю международную систему чтобы остановить развитие этой страны и отбросить ее назад в дикость отсталость и нищету именно для этого предназначена так называемые международные организации от финансовых до гуманитарных правовых политических и военных а если их возможности не хватает если так называемые международные санкции не разрушают страну бросившую вызов господству запада против нее организовываются военные интервенции ее просто равняют землей с помощью цветных революций крылатых ракет и палубной авиации так было не раз сейчас мы переживаем период когда дряхлеющий запад уже не в состоянии сдерживать развитие периферии и сохранять над ней финансово-экономический политический и военный контроль неспособность сдерживать развитие периферии и удерживать над нею контроль ломает систему перераспределения ресурсов и материальных ценностей в пользу запада и это его убивает отсюда нарастающая агрессивность сша и европы в информационной политической и военной сферах отсюда эти непрерывные войны санкции революции против поднимающихся стран периферии отсюда это нарастающая истерия в отношении россии которые американцы и европейцы непрерывно обвиняют во всех смертных греках приписывая и разнообразные злодеяния перед западом россия виновата самым фактом своего существования а в последнее время ее главный грех интенсивное финансово-экономическое развитие и усиливающиеся политическое влияние россия обладает громадными ресурсами мощный армии и крепнущий экономикой это ее главное преступление перед западом отсюда орсофобский психоз на западе и попытки сша погрузить россию очередной революционный хаос сейчас на глазах запада под прикрытием модернизированной армии формируется новый финансово-экономический исполин обладающий реальным а неэффективным суверенитетом и этот растущий исполин уже громогласно заявляет о своей правах требует чтобы с ним считались поэтому запад видит в россии некое экзистенциональное зло да россия еще недостаточно силен а она в начале своего подъема но даже сейчас ей хватает сил противостоять западу без особого ущерба для себя не надо быть семипядей во лбу чтобы понять одну весьма простую но очевидную истину если процесс развития россии не будет остановлен через пять-десять лет ее возрастающая экономическая финансовая технологическая и военная мощь сделают ее для запада неуязвимой тогда остановить все будет уже невозможно это прекрасно понимают как в европе так и в сша отсюда дружная непрекращающаяся ничем не обоснованная русофобская истерия вы думаете для чего путин на протяжении последних десяти с лишним лет отдавал все свои силы внешней политики и проводил модернизацию российской армии чтобы россию не уничтожили физически ведь это очень часто практиковал запад в отношении своих конкурентов активная внешняя политика и мощная высокотехнологическая армия фундаментальные условия выживания любой страны особенно в рамках той мировой системы которую выстроил запад не будет успешные внешние политики и мощной армии сожжут с потрохами вы думаете западные санкции введены ради украины да плевать хотел запад на украину она для него очередной трофей в ряду иных трофеев доставшихся ему за долгие столетия имперского господства украина расходный материал западной геополитической стратегии и передулок для начала активного противодействия крепкнущий россии предназначение западных санкций не наказание россии за так называемую агрессию против украины оторможение и экономического развития путем финансовой и политической изоляции атаковать россию открыто военным путем запад не в состоянии европа в военном плане беспомощно военная сила самих соединенных штатов это в большей мере продукт удачного маркетинга чем нечто реальное военным путем американцы способны задавить лишь противников из числа стран третьего мира сражаться же с равнозначным по силе врагом они никогда не умели и не могли это говорю не я это говорит история американских войн вспомните хотя бы маленький вьетнан американцы не войны они дельцы торгаши и вор обмануть украсть и ограбить они умеют вести большую трудную и кровопролитную войну с сильным противником они никогда не могли банда для этого не предназначена американское государство это что-то вроде организованной преступной группировки грабящей весь мир но бандит не солдат поэтому в военном плане россия американцам не по зубам тем более нынешняя россия все модернизированы и обкатаны в различных военных конфликтах армии поэтому вход пущены иные методы борьбы информационно-психологическая война направленная на раскол российского общества и дискредитацию российского руководства подрывная война спецслужб направленная на инспирирование массовых волнений организацию политических переворотов экономическая война направленная на подрыв ослабление и разрушение российской экономики дипломатическая война сосредоточенная на политической изоляции россии американцы и европейцы мобилизовали против россии все международные структуры которые они непосредственно контролируют от международного олимпийского комитета и всемирного антидопингового агентства до стокгольмского арбитража обсе нато и ес ход пущено все гадят как могут и где мог не гнушаются даже пакостить в мелочах если бы они могли то задействовали бы и оон но тут не получается потому что москва принимала непосредственное участие в создании этой международной организации теперь вот британия пытается использовать странное и таинственное отравление скрипаля для того чтобы принудить европу коллективному дипломатическому давлению на россию с перспективой я так понимаю ее политической изоляции со стороны запада и поверьте мне впереди нас ждет еще не одна кровавая провокация запад не успокоится и будет прилагать максимальные усилия чтобы подорвать силы россии ограничить ее финансово экономически и политически использовать против нее своих шавок вроде украины прибалтики или польши тактическая цель всех этих мер ослабление россии торможение российского развития и блокирование влияния москвы стратегическая подрыв изнутри и разрушение российского государства запад прилагает максимальное усилие для того чтобы мы остались на периферии нынешней меры системы чтобы не смогли вырваться за рамки сырьевого придатка в данном вопросе для запада компромисса нет и быть не может богатая развитая сильная и суверенная россия не вписывается в рамки существующего западного меропорядка она его разрушает самим фактом своего существования для интересов запада россия должна быть неким аналогом нынешней украины поэтому все усилия сша и европы направлены на украинизацию россии по сути украина превращена в лабораторию где уже более трех лет отрабатываются методы разрушительного воздействия на россии и это необходимо четко понимать нарастающие противостояния с западом это изнуряющий марафон эта игра в долгую и мы не можем себе позволить эту игру проиграть ставка в этой игре не только геоэкономические геополитические преференции а само наше существование чтобы понимать что произойдет с россия в случае ее проигрыша посмотрите на украину и умножьте весь украинский негатив на 10 в случае поражения российский хаос будет гораздо страшнее и разрушительнее украинского что вышеописанной ситуации делает путин во первых он не позволяет ввязать россию масштабный и затяжной военный конфликт он наносит неожиданные быстрые стремительные удары выдергивает военный кулак так чтобы рука не попала в захват и динамично маневрирует всем телом тот кто дрался на улице или спарринговала в зале понимает о чем я говорю во вторых он не позволяет изолировать россии ни политически не экономически он активно формирует военно-политические финансово-экономические союзы из естественных противников сша и европы по сути он способствует созданию региональных финансово-экономических и политических систем неподконтрольных запад в третьих он активно ломает политические и военные союзы явных и потенциальных противников россии он не позволяет российским врагам объединяться играя на их противоречиях 4 он последовательно формирует экономическую и технологическую самодостаточность россии делая российскую экономику и финансы устойчивыми и маловосприимчивыми к внешнему негативному воздействию 5 он осуществляет модернизацию армии путем его вывода на новый супер современный технологический уровень упор делается не на количество а на качество вооружений и профессиональную подготовку личного состава военная профессия становится ремеслом физически развитых и психически тренированных интеллектуалов шестых он предлагает максимальные усилия для того чтобы избежать социальных потрясений и катаклизмов внутри страны сохранить социальную стабильность стараясь оградить российское общество от негативных последствий внешнего противостояния с западом и наконец седьмых он пытается сохранить и усилить импульс экономического и социального развития насколько я могу судить сейчас ставка будет делаться на технологический рывок во всех сферах жизни государства и общества судя по всему схема успешной технологической модернизации российской армии будет накладываться на всю россию в целом по большому счету нам даже не обязательно увязываться в большую драку нам надо просто ждать копить силы развиваться не подпускать к себе врагов находить союзников активно ставить палки в колеса западу где это только возможно капля камень точит мы молоды и на подъеме запад стар при сверти время работает на нас у меня на сегодня все